Ребятушки, всем привет! Всех вас целую и люблю! До луны и обратно! Доброго дня! В общем, девочки, по кухне все спрашиваете, пока никак. Пока кухню не привезли, пока мы тоже тут возимся, но остался у нас самый последний штрих. Самый последний штрих это затирка швов. Все уже готово, все, и плентуса Эдик поставил, и все позакрепил, в общем, все как надо. А пленку ты еще не снимал, да, Эдик, пленка? Это после затирки? Я специально в этих местах ее просто дергаю, и все. Ну, затирку сделает и уже снимет пленку. В общем, плентуса широкие, плентуса белые, ну, красивые, и то они даже не матовые, а глянцевые. И, в общем, сейчас самый такой ответственный момент. Почему ответственный? Потому что вот эта затирка, она какая-то прям там вообще, как это, эбоксидная, да? В общем, там надо все прям граммы, граммы, миллиграммы, все вот до такой степени отвешивать, отмеривать. И, в общем, весы, сейчас начнем. Я даже лупу приготовил, потому что таким мелким шильм там все вот так написано. И, в общем, сразу ее разводить много нельзя, надо по чуть-чуть, до такой степени по чуть-чуть. Вот Эдик хочет размешать на 100 грамм. Нам надо 100 грамм вот этой вот затирки и 3,5 грамма какой-то вот такой вот ерунды. Затвердитель это называется. Затвердитель, да? Потом этот. Нам еще надо, смотри. Блестки, с блестками будет затирка. Да, и вот, то есть, вот эти блестки замерить, и их тоже надо, этот, то есть, вот эти блестки, они как раз идут на вот этот. А сколько блесток надо на 100 грамм тогда? Ну, вот, этот, вот надо, как вымерить теперь, мы как мы вымерили. Вот. Ну, одной пачки на сколько надо? У тебя сколько их? У меня их три пачки, то есть, на, то есть, и три этих, три ведерка. Ну, то есть, на каждой ведерке полу пачки. Так, если у нас здесь 2 килограмма, а здесь у нас сколько грамм? Ну, вот, надо померить. А этот парень насчет кухни, мы с ним на созвоне, он с нами на созвоне. Ну, тоже сегодня-завтра, ой, у меня там еще, там же и прихожую он должен привезти. Ой, ну, там в моменте что-то недоделано, что-то нет. Ну, давайте на днях, на днях, на днях. Ну, в общем, девчата, не знаю, на каких днях. Что, последний раз он говорил, в понедельник, да? Не, на этой неделе. Ну, короче, что-то такое. В общем, как швы затрем, тогда уже будем прям названивать ему каждый день. Уже год, девчата, ровно год прошел, как мы заказали кухню. Ну, и мы готовы не были. И, в общем, вот так вот все это дело получилось. То есть, что, сколько? Надо ее взвесить. А, ну, взвесить, что мы действительно. Так, ставь. 126 грамм. Если мы делим на 2 килограмма по 100 грамм, это 12 грамм нам надо вот этой затирки на 100 грамм вот этой вот жижи. Подожди, 2 килограмма? Да. 126 грамм. 125 грамм. А, 6 грамм тогда надо. Да? Да. Ну, делим вот эту эту на 20. Ну, вот тогда получается, что у нас? 103,5 плюс... 6 грамм. Ну, 110 грамм должно. 110 грамм, чтобы вообще получилось. Это пробную версию. Сейчас он попробует, если... Под диваном будет? Да, это не видно будет под диваном. Так, давай тару вот эту. Так, ставь. Сейчас обнулим. Все, тару обнулили. Давай 100 грамм вот этой жижи. Это еще... Это мы вообще еще года два назад покупали... Почему в прошлом году? А, в прошлом году в Леруа. Год назад. Ну, в общем, тут должно быть все точечно. Надо до такой степени все точно замерить. Липко. Ну, эта затирка, то есть, ну, как говорят, она того стоит. Ну, вот, как Эдик Плиточник знает, он же в группе тоже состоит, где плиточники. Вот эта затирка неубиваемая. То есть, да, заморочишься с ней. Да, она стоит дороже, чем обычная затирка. Но это любой химии она не подвержена. Ничему. Вот, наверное, плитка сотрется, а вот эта затирка эбоксидная останется. Так, еще 10 грамм. Вот, почти, да? Еще грамм, граммулечку. Вот, со шпателя счесть. Все делай по грамму. Все, ровно 100. Теперь вот той жиже 3,5 грамма. Затвердитель. Отвердитель. Отвердитель. А в этом ванной ты же делал силиконовую, да, затирку? В душевой. Только там, где сам душ стоит. Ну, ничего не пожелтело, девчата. Вот сколько год, да, уже ванной пользуемся? Да. Ничего не пожелтело, не этот. Я беру потом белизну, там, что-нибудь пропротираю их. Ну, они беленькие. Так, а эту как будешь отмерять 3,5? Ну, наверное, это. Ну, должно получиться... Надо ложку, может, было старую взять какую-нибудь. Так, в общем, иди к блестке теперь сыпет. У нас один пакет рассыпался с блестками там в том доме. Вот это он и есть. Да? Там весь пол в блестками усыпан. Так. Это не мы, девчата, придумали. Это специальная вот такая затирка. Есть золотые блестки, есть серебряные. Но мы выбрали серебряные. Так, ну, в общем, все. Вот этот участок я дик подготовил. Здесь обутые ходить нельзя. Мы тут разутые. Он все здесь пропылесосил между швов. Все протер. И, в общем, вот она, пробная версия затирки. Но блестки блестят. Они так ненавязчиво. То есть не то, что там как елка новогодняя. А имеют такой приятный отблеск. Но я такое не видела. Может, я просто внимания не обращала. А ты видел такое у кого-то? Нет, только на стенде. На стенде только. На стенде, да, красиво смотрится. Но он уж еще высохнуть должно будет. Вот как-то так. Вам тоже через камеру не особо видно. Вот видите, вот эта жижа. И сохнуть это все дело должно как минимум 5 дней. Вот, поэтому здесь, ну, здесь особо у нас хождения нет. Кроме едика, пока ремонт идет, никто и не заходит. Я там когда-никогда зайду, поглядю что-нибудь. У едика самое, вот он хоть плиточник. Самое, что ты не любишь, это швы, да, затирать? Ну, тоже такой трудоемкий процесс. Нудный. Ну и нудный. Ну и нудный. И вот тогда, девчата, уже когда швы он затрет, вот тогда я буду уже пользоваться вот этим роботом-пылесосом. Мы его еще не вскрыли, еще мы его не проверили, ничего. Потому что, ну, когда швы не затерты, там же получается бетон. И он, этот пылесос будет бедный плеваться. Поэтому вот уже затертые швы, тогда вот первое, куда мы его пустим, это кухня. Пускай он в кухне работает, научим там его заезжать, выезжать, к станции подключаться. Следующее месиво уже побольше, да, будешь их делать? Да, скорее всего. Я не просто первое. Попробовать, да. Ну, блестит так интересно, ненавязчиво, но блестит. Когда высохнет, наверное, вообще красиво будет. Это все хорошо, тут еще сам процесс смывания, замывания. Да, потому что, видите, оно же все равно размазывается шпателем. Вот это все надо убирать, пока это все не высохло. От 20 минут до часу его жизнеспособность. То есть в этот момент надо... Все почистить. Основное смывается, основное. И вот только потом, аж через 6 часов, специально есть смывка, еще одна. Их ниже фирмы. И вот она уже тогда уже до идеала как бы доходит. Ага. Ну, когда швы затерты, уже и по-другому смотрится. Вот смотрите. Вот тут как бы так, да, а вот тут уже вот просто оконченный вариант. Тут вот так. Да, как это говорится, хорошо смотреть, как работают другие. Вот прям залипаю на этих моментах. Вот когда плитку Эдик ложит, мне нравится. Швы, когда затирает. Ну, вообще, приятно смотреть, как кто-то что-то делает. О, и пальцем. Вот это его любимое пальцем. У него вечно вот этот палец от всех вот этих вот... Особенно, когда швы... Помнишь, когда раньше этот... Не палец, а кожаный шпатель. Кожаный шпатель. Этот. У него вечно этот палец потресканный. Он же перчатки не одевает. И вот эта вот затирка, вот он... Палец у него идет как вспомогательное. Нет, это мой этот... Моя интуиция. Вот я вот чувствую пальцем. Где как, где что. Пока пальцем не этот... Не почувствую. И, в общем, этот палец у него самый страшный. То потресканный, то полопанный, то еще что-нибудь. А вот так бывает, а большой объем где-то затирал, да, вот. И этот... И аж до крови у него крови. Я говорю, ну, блин, надень. Он говорит, я не могу в перчатках, и все. И вот это его бедный вот этот палец. Ну, здоровски получается. Хорошая пробная версия. На пол-литра много будет, да? Нет, это много. Много? Грамм на 300. Давайте сейчас сделаем, вот смотри. Если сюда 100 грамм ушло, грубо возьмем 100... На 200, наверное. На 200, нет, 250 давай. Давай. Так, ребятушки, привет. Это уже видео сегодняшнего дня. В общем, вчера расчистили кухню. Все, видели, что тут все, хломушник такой был. Все почистили, все свободненько стало. И, в общем, Эдик... Ну, последние штрихи остались, а уже много затер. Вот. И подчищает сейчас вот эти швы. Ну, чтоб между этими чистенько было. Ничего не... Зато сам весь в блестках. Весь. Они с него не отмываются. А время сейчас утро, а нам ехать к этому... Эдик уж прописали там кардиомагнил пить, панангин. И, в общем, на УЗИ сердца ему еще надо поехать. У него какие-то очень приятные хлюпы в сердце. Ну, редко говорит. Ну, так при... В смысле, а как вообще приятно? Ну, как вот этот... Да, блин, ты сейчас так расскажешь, этот вот, кому-то я... Ну, я какие-то симптомы справа объяснил этот... Ну, для профилактики, для уверенности сделать лучше. Ему сейчас ехать на УЗИ сердца, он блестит весь, как елка новогодняя. Хотя вот в комплекте к этим перчаткам... Ой, к этой затирке шли перчатки. Перчатками, конечно же, он не воспользовался. В общем, поедешь сейчас блестеть. Ну, красиво девчата получается. Видите, вот поблескивает так интересно. И в глаза сильно не бросается. Ну, и если приглядеться, то очень симпатично получается. Ну, в общем, все. Вот это осталось. Последние штрихи. Все, мы готовы полностью. Наша кухня готова. Будем настаивать. Да, уже прям будем с завтрашнего дня... Надо будет сами поедем. С завтрашнего дня прям начнем звонить ему. Уже прям настаивать, чтобы он ее привозил. Все розетки, все установлено. Батарею мы вчера поставили. Батареи, конечно, тяжелые. Ну, короче, и батарею... А ты ее подключил уже? Нет. Нет еще, да? Здесь же и полы тоже отключены, теплые. Поэтому здесь, знаете, так, прохладненько. Нет, нет, нет. Они здесь не отключены. Они здесь на минимуме стоят. Ага. На самом минимуме. То есть, вообще сказали отключать, но я так почувствовал, ну, попробовал вот вчера. Ничего, затирка не потрескалась, ни смысла не вижу. Их полностью отключали. Так что Тимур уже будет, когда приезжать, Тимур уж нашему бедному спать негде. Такой дом большой. А то этот, вот он на этом диване, уже можно будет сегодня вот это все снять, вытряхнуть. Ну, в смысле, вот это постирать, весь диван пропылесосить. Все равно какая-то пыль здесь садилась на него. И все, уже Тимур хоть будет место, где ночевать, оставаться. А то он, бедный этот, в летней кухне вот эти дни приезжал. Ну, в смысле, вот эти выходные, пока здесь такой глобальный ремонт шел. И он в летней кухне, на том маленьком диванчике. Но на нем так удобно. Эдик тоже иногда на нем ляжет. Смотрю, задремал. Так что, вот такие вот, девчата, дела. А мы сейчас собираемся, едем. Тимур тоже, мы его должны в Хаббеле встретить. Что у него? Военкомат. Военкомат. Это на учет его ставят? Или как? Все уже, 17 лет на учет. Медкомиссию он прошел. И, в общем, сейчас с этими документами военкомат. Будущий защитник. Будущий защитник, да, Родины. Надо, все должны пройти через это. Эдик служил. Отцы проходили, мы проходили. Да. Все нормально. В общем, ладно, ребятки, что, вот вам кухню показала, просили, вот, мы готовы. Кухня еще пока не готова, но мы готовы к ее встрече. Ладно, всем пока-пока. Всех вас целуем, любим, до Луны и обратно, а мы поехали. И прощаемся. Да.